Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, у меня великолепная новость для любителей халявы, ну а в частности данное видео будет интересным в первую очередь для тех ребят, которые давно не заходили в игру или не планировали заходить в ближайшее время. Так вот ребят, вы рискуете пропустить великолепный и абсолютно плевый по выполнению квест собери их все. Что необходимо сделать? За 7 отведенных дней вам необходимо набить 190 тысяч урона и кто-то скажет, что это очень много, но нет ребят, если посчитать, то получается 28 тысяч урона в день и в принципе 3 контейнера собери их все у вас в кармане. Глядишь оттуда что-то выпадет, ну а если не выпадет, то насобираете себе дополнительных талисманов на 1000 голды, а может быть вы ребят и относитесь к тому числу игроков, у которых есть талисманы на голду, но и соответственно не хватает каких-то одного, двух или даже пускай трех контейнеров из 7 необходимых. Именно это неплохая возможность получить себе дополнительный косарь голды абсолютно бесплатно себе в золотую копилочку. На первом уровне здесь 300 тысяч серебром и кто-то скажет, что это очень мало, но с другой стороны 20 тысяч урона, которые необходимо сделать для того, чтобы их забрать, это по большому счету пускай 6, ну может быть 7 каких-нибудь боев, в которых вы нанесли нормальное количество урона и соответственно получаете за эти бои дополнительный фарм серебра в количестве 300 тысяч серебряных монет. Мне кажется, что в принципе как для старта, то и неплохо. Мы все равно играем и все равно делаем 20 тысяч урона в день, приблизительно каждый. Что касается второго уровня, здесь у нас контейнер с анимированными аватарами. Мне кажется ничего интересного, но любители аватаров, а такие среди нас тоже есть, могут порадовать себя открытием трех таких контейнеров и не то чтобы нервы себе пощекотать, но глядишь хоть как-то разнообразить свое пребывание в игре. А вот что касается награды, которая находится на третьем уровне, то она довольно таки интересная, правда в зависимости от того, что отсюда упадет. Это контейнер с атрибутами ангара и некоторые атрибуты ангара мне действительно нравятся. Допустим мне заходит, очень даже заходит мотоцикл, мне лично нравится, смотрится очень прикольно. Ну а что касается того, что мне не нравится, так вот это вот собачья будка. Я честно говоря не совсем понимаю, в чем прикол собачьей будки и чифа здесь валяющегося, ну как есть, так есть. Не сильно смотрится как-то так, знаете, по танкистке. Что касается самого первого атрибута, а первым атрибутом, ребят, в нашей игре была именно вот эта вот тачка, то я думаю, что было бы не кисло ее заиметь, потому что именно этот атрибут ангара был первым. И обратите внимание, что разработчики сюда дали атрибуты ангара, которые ставятся в разные концы ангара. То есть с одной стороны ангара у вас может стоять вот такой вот атрибутик, ну а с другой стороны ангара у вас может стоять, допустим, тот же самый мотоцикл. Мне кажется, что довольно неплохо, и в целом, учитывая то, что все это можно получить абсолютно бесплатно и немножко приукрасить себе и ангар, и свое пребывание в игре, и получить немножко серебрянди, да еще и, возможно даже, получить косарь золота или, по крайней мере, приблизиться к нему, открывая контейнеры, собери их все. Ну это довольно-таки прикольная затея, особенно, что от нас особо ничего не требуется. Никаких тебе первых степеней, никаких мастеров, просто играй, просто наноси урон. Вот такая вот новость, заходите в игру, ребят, забирайте халявку, ставьте лайк данному видео, обязательно подписывайтесь на канал, потому что я пытаюсь быть всегда своевременным, со свежими новостями, с обзором всего, что происходит в нашей игре, и с честными тестами каждого танка, который есть в нашей игре, и особенно тех, которые появляются в рулетке, или на продаже, или новых танков, которые только вводятся в игру. Все это вы всегда можете получить у меня на канале, буквально через пару минут, как только какое-то событие у нас стартует в игре. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, я искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Все за халявой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok